Есть ощущение, как атмосфера возвращает нас к лучшим стандартам того, что было на Кубке мира. Нет у вас такого ощущения? Да, именно так. Я бы, наверное, еще хотел добавить, если раньше наши болельщики в большей степени знали тех, кто выступает на Кубке мира, там шестерку, пятерку. Но сейчас болельщики знают гораздо большее количество спортсменов, которые выступают на нас здесь в стране. Еще благодаря тому, что лидеры каждый день новые. Нет какого-то единого, постоянного интрига до последнего рубежа, до последнего выстрела. И это, конечно, здорово. Мы, журналисты, привыкли медали считать. Четыре против двух. Беларусь обыграла Россию в радуги. Как относится? Абсолютно хорошо. Тем более, что дома выступать всегда сложнее. Но если такое происходит, ну, это, в принципе, хороший подарок и хороший результат работы и для организаторов, и для болельщиков, которые пришли и не побоялись мороза сегодняшнего. Хотел бы отдельно сказать спасибо российским болельщикам, которые приехали из России именно поболеть с детьми. Вчера мы там тоже ходили, общались. Но они уже, те, которые ездили раньше на Кубок мира, сейчас ездят на Кубок Содорусс. Это, конечно, здорово. Традиции сохраняются. Про Кубок мира, раз в честь, зашло много разговоров о том, что в оберхофе происходит. Как-то следите за новостями, за картинкой о том, что там, как трассы выйдут? Ну, свежую минимум. Хотя оберхоф для нас, наверное, не является каким-то сюрпризом. Там в плане погоды всегда сложно. Что касается снега, ну, наверное, это недоработка организаторов. Потому что запас снега можно было сделать. И если все это захотеть или, не знаю, там какие-то другие, может, у них сложности. А та картинка, которая была, конечно же, это не уровень Кубка мира. За прогнозом погоды в Чайковском следите. Да, регулярно мониторим. Думаю, ну, надеемся, что все равно, как минимум, пару соревновательных дней проведем. Вообще, в таких условиях есть ли какие-то реальные возможности у СВР перенести соревнования в другое место, где более благоприятная погода? Или это, в принципе, невозможно сделать? Ну, что касается связки Чайковский, если мы говорим об этом конкретном случае, да, Чайковский, Ижевский, мы можем провести соревнования. Я так вот посмотрел, это четверг, можем провести дальше суббота и понедельник, ой, воскресенье и понедельник в том числе. А вот так вот, чтобы сорвать весь пелетон, караван биатлонный и в моменте сегодня сказать, едем туда-то, это, конечно, сложно по логистике. Для нас, для СБР это, как говорится, несложно, а для команд, которые, ну, уже там многие билеты взяли, проплаты сделали и так далее, это проблематичная история. Даже если мы чего-то не проведем, у нас есть весенний чемпионат России, где при необходимости, если это будет необходимо, мы можем добавить до или иной дисциплины. Но, в принципе, у вас есть возможность старты, запланированные на конец первой недели, провести в начале второй, если погода позволит. Да, да, все именно так. Касательно перспектив молодых спортсменов, как вы оцениваете вот прогресс вчерашних юниоров, которые в большом количестве пополнили состав команды на централизованной подготовке? Насколько они проявляют себя, насколько довольны их результатами? Ну, в принципе, то, что они попадают, заезжают в шестерку периодически, это очень здорово. Понятно, что нет такой стабильности, хотя сегодня у кого есть стабильность, да, я не могу сказать, что у кого-то есть наильная стабильность. Вот, да, это радует в том, что та работа, которая ведется у нас в юниорской команде, да, как и в юношеской команде, да, дает свои плоды, дает свои результаты. Вы знаете, у нас есть проект, который мы звали 20-30, это наша юношеская команда, которую мы ведем и готовим уже, наверное, к Олимпиаде 30-го года. Поэтому удается выстраивать вот эту пирамиду, не зацикливаться только сегодня на основной сборной. Опять же, благодаря тому, что нет худа без добра, благодаря тому, что мы не участвуем в Кубке мира, мы сегодня больше сконцентрированы на наших юношах и юниорах. На речи о двух главных стартов в сезоне, насколько озлошняет работу тренеров и спортсменов? Они всегда были, всегда были два главные старта, всегда был чемпионат мира и чемпионат России, да, у всех. Ну, понятно, сборная, может, все-таки у чемпионата мира, он выше стоит, чем чемпионат России, но это, в общем-то, никак не осложняет, тем более, что один из главных спортсменов мы проводим в период чемпионата мира, и поэтому у тренеров есть прекрасная возможность проверить свои навыки и навыки спортсменов, ту работу, которую они делают именно по подводке к главному старту сезона. Кубок Содружества, в принципе, у болельщиков вызывает даже больше интереса, чем Кубок России, и, конечно, им хотелось бы, наверное, видеть больше этих стартов. Есть ли надежда, что на следующий сезон, когда не будет спартакиада, этапов Кубка Содружества будет больше? Да, мы вернем определенное количество этапов, хотя, на мой взгляд, и чисто организационно, и чисто по участникам они не отличаются, да, положа руку на сердце, участвуют те же спортсмены, да, призовые выплаты, они выше, чем на Кубке России или на чемпионате России, но уровень организации и проведения соревнований мы стараемся держать одинаковый на всех стартах. С 10 по 15 января там пройдут уже тестовые соревнования, после которых мы сможем дать оценку. На данный момент все неизвестно, а то вы как-то уже ангелы? Ну, все по плану, там регулярные зумы с правительством Челябинской области, с корпкомитетом, Минспорта, поэтому, в общем-то, каких-то опасений, что что-то не сделано, нет. Есть еще вопросы по Красноярску, центр принимал Всемирную универсиаду, есть ли возможность его включения в календарь крупнейших российских стартов? Ну, с нашей стороны в этом плане проблем нет, он полностью соответствует всем требованиям, которые мы предъявляем нашим комплексам. От них заявка на проведение, от нас выстраивание логистики, опять же, для команд, чтобы им было удобно перемещаться от соревнований к соревнованиям.